Мне был задан такой вопрос, какова роль науки в той революции, которую мы имеем на сегодняшний день в быту, в электронике, в компьютерах. В общем, понятно, о чем идет речь. Ну, естественно, что, конечно же, все это основано на тех научных результатах, которые были достигнуты в XIX веке. Это все совершенно очевидно, но это общие слова. Вот как это произошло конкретно и из чего все это получилось? Дело в том, что здесь нужно различать две принципиально разные вещи. Одно направление – это полупроводниковая электроника. Успехи полупроводниковой электроники в значительной мере были получены. И рядом советских физиков, еще довоенная пора, американских, которые получали разные нобелевские премии. И это направление совершенно очевидно. Ни один прибор, ни один компьютер, ни один гаджет не сможет работать без той полупроводниковой начинки, которая лежит в его основе. Значит, все, что я хочу сказать, это очень немного. Это есть всего-навсего два направления. Одно направление – это вот электроника. Электроника, которая позволяет получать электрические соединения между нелинейными элементами в миниатюрном масштабе. Это одна сторона дела. Совершенно другая сторона дела – это концептуальное. Каким образом удалось создать то, что мы называем компьютером? И какова, собственно говоря, роль науки в этом? Дело в том, что фактически попытки создания счетных машин, они имеют древнюю историю, обычно приводят там счеты в Древней Египте, все такое. Это, разумеется, не имеет никакого отношения к тому, что мы имеем на сегодняшний день. Основу того, что мы имеем на сегодняшний день, были заложены, разумеется, Норбертом Винером, человеком, который придумал кибернетику. И, конечно же, он решал конкретную задачу. Задача заключалась в том, что должны были пушки автоматически стрелять по самолетам, и им надо было предсказывать траекторию движения. Ну, естественно, я не буду сейчас говорить о подробностях того, как это было, но фактически вот с решением вот этих вот сложных задач и было положено начало кибернетики. Что означает слово «сложное»? Слово «сложное» означает, что это не просто какой-то счет, это не просто какое-то вычисление, а это все-таки какая-то интеллектуальная деятельность. И когда уже многим стало понятно, что грядет эра компьютеров, то фундаментальнейший вклад был сделан немецким физиком фон Нейманом, который сказал, что все компьютеры должны быть основаны на двоичном коде. Таким образом, общие слова о том, что научные достижения позволили создать компьютеры, мир гаджетов, разных там устройств, которые перевернули мир, это все абсолютная правда. Но мы должны иметь в виду, что вот как бы фундаментальная наука коснулась всего этого одним боком. Это, скажем, те ПМ-переходы, за которые были получены Нобелевские премии. То есть это как бы, ну, грубо говоря, транзисторы. И это в других областях они тоже внесли очень существенный вклад. А гораздо большее, гораздо больше вклад в это внесло... Немножко это трудно сформулировать, но я все-таки попробую. Гораздо больше вклад внесло то обстоятельство, что после создания первых примитивных компьютеров пошла невероятно самоорганизация. Самоорганизация, то есть в переводе на простой человеческий язык, это когда подумали о том, что можно придумать почту, что можно сделать цифровой фотоаппарат и так далее, и так далее, и тому подобное. И здесь возникает такой вопрос, ну, хорошо, у науки много достижений, почему именно вот эти достижения, ну, они, конечно, грандиозные, но по сравнению с другими, ну, например, по сравнению с квантовой механикой, по сравнению с теорией относительности, эти достижения, создание транзистора, создание там математических основ программирования, они, конечно, не столь грандиозны, но именно от них произошел такой совершенно потрясающий результат. Почему это так? Ответ на этот вопрос заключается в следующем. Дело в том, что мы в нашей жизни сталкиваемся с рядом вещей, которые легко описать цифрой. Привожу примитивный пример для того, чтобы было предельно понятно. Одна и та же вещь в разных магазинах стоит дорого и дешево. Мы идем в тот магазин, где эту вещь можно купить дешево. Это означает, что двум разным ситуациям мы можем поставить в соответствие цифры. И как только мы поставили цифры, мы легко сделали выбор. Есть другая ситуация. Бывает ситуация, когда мы альтернативам не можем поставить в соответствие цифры. То есть бывают в жизни случаи, ситуации, понятия, которые не описываются никакими цифрами. Ну, примитивно. Любовь, дружба, ненависть. Какую ты там цифру поставишь в соответствие? Сильно люблю, слабо ненавижу. Ну, и не более того. То есть по существу ничего. Так вот, оказалось, что после того, как был создан компьютер, все, что можно перевести на язык цифр, все будет развиваться. А на язык цифр удалось перевести изображение, звук. И в сущности вот такие вот, казалось бы, не бог весть что. Но именно это получило совершенно сумасшедшее развитие. Таким образом, отвечая на вопрос, который мне был задан, о роли науки в том, что произошло, разумеется, собственно говоря, здесь никакой проблемы с ответом на этот вопрос нет. Разумеется, роль науки велика. Но мы должны четко понимать, что наука коснулась всего этого не слишком-то и сильно, довольно узкими, небольшими своими результатами, но в связи с тем, что все, что подается цифре, начало самоорганизовываться, в связи с этим мы имеем ту научно-техническую революцию, которую имеем. Но это хуже, наверное. Выключаем. Субтитры создавал DimaTorzok